Баран Забыл О господи, ну этот козел Пролон Что б тебе ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот как-то понаехали к хозяину гости ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И решил он зарезать барана Он-то повкусней будет, чем козел Баран! 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 Да зарежут тебя! Бежим в лес! А сено! Да там полно сена! Ну, давай бежать ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда? Ой, нема Вот, значит, сговорились они И пошли Тьфу! Идут, идут И вдруг, глядь, череп коровий Ух ты, ну и башка А знаешь что, Сонька, ты эту черепушку в мешок Какой еще мешок? А, а на кой нам пес этот? Возьми, возьми В хозяйстве-то все сгодится Да на кой пес? Вот бы сенца, Клок Было бы, конечно, лучше Эх, баран Ну вот, чуть что так сразу баран Ну, все-таки послушал с козла баран Взял череп И пошли они в лес И зашли в такую чащу А ночь-то похолодала Аж пар с нос валит Аж пар с нос валит Холодает, хвост у меня иззят У��ка Эй вы Вон, смотри-ка, огонек Пойдем, может, погреемся Вот он ужин-то Ну все, теперь нам крышка Какая еще крышка? Тихо, тихо, застой Здорово, ребята Здравствуйте Ну, вы чего тут, расселись-то? Замерзли, что ли? Крызли все Ну-ну, конечно, холодает Это, что там у тебя в мешке-то? Давай-ка сюда Надо эти там студии сварить Главная забота против холоду Это, чтобы не околеть с голоду Тащи, короче Кого? Ну, чего ты там? Давай башку-то Эту, волчью Да большую выбирай И чтоб студень-то вышел по наваристе Да Это тут вот то, что вот Да не та Там еще другая есть По зубастее Это, что ли? Эх, да ты и вправду, баран Опять не та Вон, в самом низу, которая лежит Ну, ту доставай Пожирнее Какую еще-то? Эту ушу последнюю-то срезали Ушки-то, ушки О, волчище Самый раз на студии Сейчас заварим Вот это да Целый мешок Остригли Надо тягу давать А что, ребята Нет ли у вас кетелка какого Или ведра, не дырявого Есть, есть у нас ведерко Там оно под носинкой Под гнилой черемухой спрятано Бегите за ведру А я за ними пригляжу Ну, и куда ведь мы так спешим? Ну, беда Пришел к нам Ну, этот, как козел А сни пора Цельный мешок Лучше голом Оттригли и убоялись Вот дураки-то Козла испугались Да барана Пошли-ка назад Ах Ужинать пора Пришли уже, барыш Разберемся Разберемся Баран Давай же Вот это поляна Ну, и где этот козел? И где этот баран? Где? Не знаю Только что вот прямо здесь и сидели Фу, козел Ммм, да, загадкам Придется гадать Меня тут один кабанчик Гадать научил По желудям Заберите-ка мне, ребята, желудей Я по этим желудям Гадать стану Где козел А где баран Голуди не соврут Все точно покажут Упаду Мочи нет Копыта устали Держись, держись, барашенька Видать, что тут желудей А вот же они навалом Барашенька, держись Ай Медведь, Медведь Медведь, держи Балки, ладно, плевать Надо, Медведь, отапать Медведь, держи Мама Медведь, бросать Медведь И на кой пес мы здесь сидим? А давай срубим здесь избушку и будем в ней жить? Да. Давай. Так они, стало быть, и сделали. Построили избушку и жили в ней сто лет и три года. А волки им на побегушках служили. А медведь на пасеку определился. Все к меду ближе. Вот такая вот история приключилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ах, глупая! Я тоже саяц! Ах, глупая! Ах, глупая! Ай, что же?! Ай! Ай да Роска, ай да молодец, такую щуку поймала, на три бочки засола. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ух! Встречаю вас! Прикarreте мне! Ох! Прикро-чаха! Ай-да, Роска, ай-да, молодец, а, такого ворюгу поймал, нет, ну опять потянет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какая шуба, какая шуба, как раз по мне шуба Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ай-да, Роска, ай-да, молодец, а, такого жадного господина домой прогнала Долго он тепереча чужу шубу помнить собою ДимаTorzok В старые времена были в предуралье два вида людей Кто грабил и кого грабили Но был еще Дев Он грабил всех И был он не человек Попугает, пограбит и несет добычу в свою пещеру А там жена его красавица ждет 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 Один. Субтитры сделал DimaTorzok И вот однажды вышел он прогуляться Слышит, грабят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok С этих поживиться теперь нечем Подумал Дэв И пошел себе дальше А старики за ним увязались И смотрят так благодарно Ладно, подумал Дэв Пусть идут Заведу их в самую темную пещеру И брошу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Посмотрел Дэв на стариков Ничего-то у них, кроме друг друга, не осталось Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 Солнце! Это туча! О! Туча! Эй! Туча! Туча! Эй! Туча! Туча! Здравствуй! Ты такая огромная! Сильная! Толстая! То я толстая! Кто это сбегал? Почему ты такая злая? Кто? Я злая! Ой, что ты делаешь? Я тебя как человека пришел спросить Ты самая сильная? Эй! Я хочу породниться с тобой! Хочу жениться на твоей дочке-точке! Что ты сказал? Повтори-ка! Да, я самая сильная! Но ты уверен, что хочешь породниться со мной? Эй! Ты что? Ты что? Очень хорошо! Будто он самый сильный! А-а-а-а! Эй! Ветер! 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 Постой! Остановись ты! Эй! Ветер! Ветер! О! Туча даже у нас! Какой сильный! Эй! Ай! Зачем ты меня обижаешь? Ты мне нужен? Ты! Эй! 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 Я с тобой говорю! Ты куда летишь? Стой! Ветер! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у что тебе отдай мне свою дочь жены Отдай мне свою борьбу в жены, а? Что ты делаешь? Помолчи немного, да я скажу теперь, а? Да. Была бы у меня сила, если бы не вы, мои шерпи. А? А что мыши? Что мыши тебе сделали? Так что, посмотри на меня, мыши твои росферики. Эх, меня всю насквозь проели. И скоро я могу совсем развалиться, как вся эта земля. Что ты здесь делаешь? Я? Я жениться шел. А, жениться? А, кстати, смотри, джигер. Какая красавица. Какие усики. Какой хвостик. Мама, вот он я, мама, смотри. Ты где пропадал? Мама, слушай, мыши, мы самые сильные на свете. А я тебе и хотела на мышки женить. Ты что, забыл? А я тебе говорил, что сам найду. И вот, нашел. Мама, слушай, мыши, мы самые сильные на свете. Мама, слушай, мы самые сильные на свете. Пришел день и решил создатель отдать книгу книг людям И вот призвал он пророка Моисея на гору Синай Представьте себе, узнали об этом ангелам Да, и позавидовали, что не им достанется божественный дар Но не для ангелов хранил творец книгу книг Ведь создал Господь этот мир и человека в нем Именно для того, чтобы мы, люди, на радость ему Читали и перечитывали заветную книгу И познавали божественную мудрость день за днем, год за годом Вот что услышал я когда-то в веселый праздник Симхатара от своего дедушки А теперь я и сам дедушка, и представьте себе, тоже имею, что рассказать На, этот мальчик вылитый я в детстве, на его дедушку я похож сейчас Вот про этого мальчика и про его дедушку будет моя история Случилось это в Новый год, а вот, представьте себе, у нас осенью В день, когда собирается старый млад на новую встречу с книгой книг Когда Тору семь раз проносят по синагоге И каждый может к ней прикоснуться Когда вынимают многоценный свиток из бархатного футляра И начинают читать с первой главы, с первого слова, с первой буквы И так три тысячи лет Жил-был один мальчик, звали его Алик Он был не дурак, но считал себя самым умным И он не понимал, зачем терять время опять читать Тору И он спросил об этом своего дедушку Нет, здесь не получится И я, то есть дедушка, ответил Выйдем поговорим О, здесь тоже не получится И так сказал дедушка внуку Я отвечу на твой вопрос Но сначала представь Веселый праздник Симхатора Когда можно баловаться и шалить Два еврея попали на крышу И так сказал дедушка Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Два еврея попали на крышу Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой Два еврея попали на крышу Два еврея попали на крышу Два еврея попали на крышу Да душ, что повыше Два еврея попали на крышу Это вопрос, но там так прекрасно Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Два еврея на крышу попали Два еврея в трубу упали Первый выпал в пыли и в саже Ну, а второй не испачкался даже Кто из них пошел мыться? Грязный Грязный? Думаете, грязный? Да, чистый Чистый решил, что он тоже грязный И вот и пошел мыться А грязный ничего не понял Представьте себе, Алик тоже ничего не понял Где труба, где книга И тогда дедушка сказал Мне беда И я, когда был таким, как ты, не хотел перечитывать Тору И спросил своего дедушку И дедушкин дедушка ответил И таки да, это вопрос Но сначала представь Было это, когда многие евреи были звездочетами в городе Прага Пятьсот лет тому назад Два еврея попали на крышу О, что поймать же Ту, что повышение А, а, за то, там прекрасно О, ой, 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 ой Два еврея на крышу попали Два еврея в трубу упали И кто из них пошел мыться? Чистый? Нет, грязный Чистый сказал грязному, что он грязный И тот пошел мыться Алик и сам бы глянул в старинный телескоп Но при чем тут книга? И тогда, представьте себе Прадедушка признался И таки да Я не хотел морочить себе голову Торой И спросил своего дедушку И прадедушкин дедушка Молвил так Отрок неразумный Все растолкую Но сначала представь Было это тысячу лет тому назад В Магрибе Когда многие евреи были путешественниками Два еврея попали на крышу Два еврея попали на крышу На то, что понижено На то, что повыше На то, что повыше На то, что повыше Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Ой-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй-ёй Кто из них пошел мыться? А? Ну? Хм... Оба! Ибо за стол грязными не садятся Ой-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Представьте себе Мальчик Алик Знал, что перед едой моют руки Но пока не понимал К чему бы это И тогда прадедушкин дедушка Поведал Что тоже избегал учиться в Торе И тоже побеспокоил Своего дедушку вопрос И прадед прадеда Молвил так Суета-суета Ничего не меняется под солнцем И вопрос все тот же И я задавал его Разумеется, я отвечу Но сначала представь Было это Три тысячи лет тому назад В Египте Когда многие евреи Были там рабами Два еврея попали На игре я попали На крышу На крышу На крышу На крышу На крышу На крышу И кто же из них пошел мыться? Ну, ну Кто? Ха-ха Никто Почему? Некогда было Послушайте, крикнул дедушка Мальчик Вы только представьте себе Ведь все могло быть и не так Два еврея попали на крышу Два еврея попали на крышу Ту, что поближе Ту, что повыше Два еврея попали на крышу Это опасно Но там так прекрасно Да, представьте себе то Что век за веком Объясняют дедушки Своим внукам Если такую простую историю Можно рассказать Столько раз То что тогда говорить О книге книг Торе? И вот что еще Когда-то рассказывал Мой дедушка Знаете, что делают Праведники в раю? Сидят у дерева жизни И читают Тору Представьте себе Да Сидят у дерева жизни